Итак, всем привет! На днях я нашел свою старенькую игру, которую я делал, будучи еще студентом. Но это небольшая игра про машинку. Вот примерно столько файлов здесь вышло. Давайте откроем. У нас есть индекс HTML файл. Я покажу, как эта игра примерно выглядит. Но я подумал, что это, в принципе, отличный вариант, чтобы попрактиковаться с JavaScript. С этой игрой я, кстати, участвовал в Олимпиаде, и в этой Олимпиаде я занял первое место. Игра на самом деле достаточно простая. Кстати, здесь, если вы заметили, используется jQuery. Мы с вами будем писать на чистом JavaScript. Также многие писали, почему я не использую VS Code в своих видеоуроках. Ну, хорошо, если вам удобно с VS Code, давайте я теперь на нем буду писать. Точнее, в нем. Это все тот же самый Sublime Text. Вы можете остаться на нем, если вы не знакомы с VS Code. VS Code использует примерно такое же количество ресурсов, как и Sublime Text. Так что особо по производительности во время записи уроков я тут не потеряю. Кстати, как вы заметили, игра не совсем оптимизирована под разные расширения экрана. Тут она уже все сломалась. Поэтому давайте я вам буду показывать игру на таком расширении. Итак, это видео будет разбито на несколько частей. И в этой части мы займемся только с вами версткой. И, в принципе, разберем основу этой игры, как она, в принципе, будет устроена. Итак, смысл этой игры был в том, что ты вводишь свой какой-нибудь никнейм. Далее нажимаешь на кнопочку ОК и тебя перебрасывает на экран с игрой. Сейчас эта логика, к сожалению, не работает, потому что здесь есть некие проверки. Потому что мы пытаемся этого пользователя добавить в базу данных. Потом посмотреть, есть ли такой пользователь или нет. Ну, то есть здесь мы еще работаем дополнительно с PHP и MySQL. Мы с вами этим заниматься не будем. Это нужно было только лишь для Олимпиады. По сути, это, в принципе, все, что есть на стартовом экране. Но еще есть, кстати, демо-версия этой игры. Как только ты сталкиваешься с препятствием, игра для тебя заканчивается. Демо-версию игры мы с вами делать не будем. Но мы будем с вами делать саму игру. Давайте посмотрим, как она выглядит. Она вот тут максимально простая. Ты тут катаешься, собираешь монетки. И также можешь наехать на знаки объезда. Как только ты на них наезжаешь, у тебя все, игра заканчивается. Как я уже говорил ранее, она не очень-то оптимизирована под разные расширения экрана. К сожалению, я тогда не умел нормально верстать. Но мы с вами это, конечно же, поправим. Кстати, когда ты ускоряешься, вот вы могли сейчас заметить, у тебя есть небольшая неуязвимость. И у тебя есть время проехать вот этот объезд. Я не знаю, будем ли мы его с вами реализовывать. Но, в принципе, вот такая игра. Ее можно поставить на паузу. Паузу выключить. Через 30 секунд ваша игра будет типа завершена. Итак, в принципе, это вся игра, и мы с вами ее будем делать. Давайте мы ее рассмотрим, как она примерно работает, и приступим к нашей верстке. Итак, игра достаточно простая. У нас есть некое поле, на котором будет находиться наша машинка. У нас на поле могут быть деревья, которых достаточно много. Ну, на самом деле, много их только на первый взгляд, потому что всего в коде их 6 штук. Эти деревья отрисованы были изначально, все 6 штук, в HTML. Они никак не генерируются, они просто созданы в каких-то начальных координатах. Ну и также справа. Я думаю, не буду рисовать, в принципе, этих трех хватит. Деревья отрисованы в каких-то начальных координатах. Как только запускается игра, наши деревья начинают спускаться вниз. Давайте я, в принципе, оставлю только одно дерево. Считайте, что их тут много. Все они работают по одному принципу. Наши деревья начинают опускаться вниз. Как только наше дерево скроется из области видимости, оно меняет свои координаты на значение 0,0. И скрывается теперь вот тут в верхней части. И снова начинает опускаться. И так до тех пор, пока игра не закончится. И таким образом получается эффект, как будто наша дорога движется. На самом деле двигаются деревья. Точно так же двигаются и наши монетки, и наши стрелочки, и наши знаки объезда. Только деревья все время двигаются в одном направлении. А наши монетки, они появляются в разных местах. Как только монетка достигла края нашей проезжей части, она в случайном порядке выбирает, где ей по оси Х отрисоваться. Например, первый раз она отрисуется тут, поэтому она будет падать до тех пор, пока ее не поймают, или она не закончится. Второй раз наша монетка может отрисоваться где-нибудь здесь, и точно так же падать вниз. Ну и таким образом получается эффект движущейся дороги. Также у нас есть наша машинка, которой мы можем дополнительно управлять. То есть наши препятствия вот эти летят на нас, и мы на эти препятствия можем наехать боком, задом, передом или левой частью. И это все называется коллизия, когда мы своим краем задели край другого элемента. Об этом мы будем говорить дальше, когда, собственно, к этим коллизиям придем. Ну а в принципе это вся логика нашей игры. И давайте попробуем сверстать наше игровое поле. Для этого мне понадобится пустая папка. Я создал пустую папку, назвал ее cargame, и сюда я запихну файлик index.html. Давайте сразу подготовим еще один файлик style.css. Ну и, например, что-нибудь с JavaScript. Например, game.js. Также нам понадобится папочка, где будут лежать наши картинки. Эту папку мы назовем images. Я возьму картинки из своей старой игры. Вы можете, в принципе, найти какие-то другие картинки, но, в принципе, без разницы. Итак, я перемещаю их в папочку. И давайте я сейчас их переименую. В принципе, все, переименовал. Так, логотип можно удалить, мы его использовать не будем. И также тут еще что-то должно быть лишнее. Ну, вроде выглядит все. Вот примерно столько иконочек мы оставим. Опять же, вы можете взять свои какие-то иконочки. И давайте подготовим наш файлик index.html. Только для начала давайте перенесем его в браузер. Начинаем писать обычный html-код. Вставляем наш тег html. Дальше тег head. Тег title. Назовем его как-нибудь car racing. Ну, то есть какая-нибудь гонка. Дальше тег body. У которого будет тег script. В теге script мы через атрибут src подключаем наш game.js. Так, внутри нашего game.js мы напишем console.log, чтобы проверить, что мы его правильно подключили. Ну, какой-нибудь тест. Внутри style.css мы наш body покрасим в красный цвет. Ну, и давайте теперь еще подключим наши стили. Наш тег link. Самый закрывающийся. Ну, и путь. Style.css. Обновляем страничку. Стили наши применились. Console.log почему-то мы не получили. А, ну, потому что я файлик.js не сохранил. Все. Теперь все у нас точно работает. Хорошо, теперь можем приступить к логике нашей игры. Для начала надо определиться с цветами нашей игры, поэтому давайте их как-нибудь подберем. Ну, можно в гугле написать цветовая палитра дороги, выбрать то, что нам понравится. Ну, например, вот такой вариант. В принципе, выглядит неплохо. Переходим сюда. Нашу картиночку копируем. В принципе, у меня тут уже есть цвета, но это мне так повезло. Если у вас такого не будет, вы можете через пипетку. Есть вот замечательный сайт, который называется вот таким вот образом. Сюда вставляете ваш скриншот и спокойно достаете цвета, которые вам нужны. Итак, фоновый цвет у нас будет вот такой. Соответственно, у него будет вот такой код. Переходим в наш Style.css и описываем наш background как вот этот цвет. Далее. Давайте посмотрим, что цвет применился. Теперь нам надо создать нашу дорогу. Наша дорога — это обычный div, который мы назовем как road, то есть дорога. Хорошо, давайте нашу дорогу стилизовать. Точка road. Наша дорога будет в ширину 300 пикселей. В высоту. Ну, не знаю, можем поставить, например, 100vh. Ну и давайте теперь какой-нибудь фон нашей дороги зададим. Опять же, обращаемся к нашей палитре. Смотрим, какие тут цвета. Ну и вот этот серый нам, в принципе, подходит. Сюда его вставляем. Обновляем страничку. И наша дорога появилась. По умолчанию у базы есть маргины, которые мы уберем. Обновляем страничку. И отлично. Теперь нашу дорогу надо разместить по центру. Display Flex. И получается Justify Content в значении Center. То есть все элементы, которые находятся внутри бади, должны располагаться по центру. Отлично. Готово. Давайте мы чуть расширим нашу область с версткой. А вот это мы скроем, чтобы было более удобно. Теперь давайте разместим нашу машинку. Tag.img. Атрибут Alt нам, в принципе, не нужен. Ну и путь до картинки. У нас там будет папочка Images. Car.png. Ну и, конечно же, давайте зададим класс. Класс у нас будет тоже Car. Давайте работать с нашей машинкой. Но для начала давайте посмотрим, что она отрисовалась. Вот она. Мы зададим ей сначала Position Absolute, чтобы другие блоки ее игнорировали. Отлично. И давайте теперь зададим ширину нашей машинки. Например, 70 пикселей. Слишком маленько. Я думаю, что можно 75 задать или даже. Давайте 80, я думаю. Столько хватит. Ну и давайте нашу машинку прибьем к нижней части экрана. Поэтому Bottom в значении 0. Хорошо, наша машинка готова. Давайте теперь разберемся с деревьями. Так как никакой генерации деревьев мы заниматься не будем, мы с вами сделаем очень простой вариант. Мы просто все эти деревья отрисуем здесь. Мы отрисуем с вами всего лишь 6 деревьев, поэтому 6 раз воткнем Tag.img. Давайте чуть отделим наш Tag.img нашей машинки от наших деревьев. Ну и теперь тут указываем путь. Сначала у нас будет первое дерево стоять, потом. Потом у нас будет второе, ну и третье. А потом мы эти все деревья просто с вами продублируем. То есть так как у нас с вами всего лишь 3 вида деревьев, мы их по очереди и вставляем. Всего 6 деревьев, 3 дерева слева, 3 дерева справа. Давайте теперь заниматься классами. У нас у каждого дерева будет какой-то уникальный класс. Ну например можно так и указать. Наши деревья появились, вот так оно сейчас все выглядит. Давайте это стилизовать. Получается, что нам нашим деревьям надо указать position absolute, чтобы они точно так же игнорировали, ну как машинка. То есть чтобы другие элементы не обращали на них внимания. Ну и чтобы так сделать, мы должны написать наше дерево 1, дерево 2 и так далее. То есть 6 раз, что не очень удобно. Давайте мы зададим один класс, который будет общий у всех наших деревьев. Таким образом с нашими деревьями будет удобно работать, если им нужно будет задать какие-то общие стили. Теперь мы можем перейти в CSS и сказать, что все у кого есть класс 3 будут иметь position значение absolute. Теперь все другие элементы будут их игнорировать. Ну примерно то, что и нужно. Только давайте теперь наши деревья уменьшим. Ну и так как размеры у всех деревьев будут разные, здесь уже придется писать какие-то отдельные стили. Ну давайте ширину первого дерева мы укажем как 250 пикселей. Ну и теперь мы это все продублируем, чтобы оно плюс-минус выглядело нормально на экране. И будем разбираться, какие размеры нам все-таки нужны. Обновляем страничку, смотрим. Ну размеры в принципе подходящие. Давайте теперь сделаем так, чтобы все деревья были разных размеров. Например, второе дерево будет такое. Третье. Пусть будет какой-нибудь... Ну не, наверное это слишком мало. Давайте 230. Далее следующее дерево. 280. 240. Ну и 270. Думаю нормально. Все, у нас деревья плюс-минус разных размеров. То, что нужно. Теперь нам нужно их раскидать в левую и в правую сторону. До этого мы будем использовать свойства transform. Поэтому давайте обращаемся к нашему первому дереву, указываем у него transform. Далее translate. И указываем ему координаты. Давайте мы сначала разберемся с осью x. Поэтому пока что мы используем свойства translate x. И получается первое дерево нам надо сместить влево. Ну примерно на 200 пикселей. Давайте обновим и посмотрим. Ну достаточно мало. Давайте 220. Ну я думаю в самый раз. Со вторым и третьим деревом мы сделаем тоже самое. Только давайте мы их будем размещать тоже в каких-то случайных позициях. Например 240. А здесь будет просто 200. Да, я думаю нормально. И теперь с остальными деревьями мы проведем все то же самое. Только теперь по оси x мы будем их двигать вправо. Поэтому давайте первое дерево на 240. Второе дерево просто на 200. Ну а третье дерево на 210. Все. Они у нас справа оказались. Теперь их надо двигать по оси y. Мы можем тут это писать двумя вариантами. Первый вариант. Ставим тут пробел. Указываем translate y. И какое-то значение. Но мы можем чуть-чуть сократить. Вот тут у translate убрать слово x. И получается первый параметр это ось x. Мы его не трогаем. А второй параметр это ось y. Мы будем с вами использовать уже не пиксели. А например. Ну давайте посмотрим в чем проблема с пикселями. Давайте например скажем первому дереву. Чтобы он вниз спустился. Точнее поднялся вверх на 80 пикселей. Следующее дерево мы опустим вниз на 200 пикселей. Ну и следующее дерево мы опустим вниз на 500 пикселей. Обновим страничку. Примерно получили то что нужно. Но проблема такого решения заключается в том, что если у нас будет большой экран. То наши деревья как-то не очень равномерно распределятся по нашей игровой зоне. Поэтому здесь мы будем с вами использовать vh. То есть размеры от окна браузера. Ну и так как мы считаем размеры от окна браузера. То тут изначальное положение для первого дерева. Примерно минус 10. Давайте даже минус 15. Даже можно минус 20 vh. Ну да. Плюс-минус там она пусть и будет. Давайте мы эту консоль закроем. Кстати можно чуть пониже все-таки опустить. Минус 15 я думаю сойдет. Итак, второе дерево мы опустим с вами на 30 vh. Последнее на 80 vh. Обновим и посмотрим. 80 как-то многовато. Давайте 70. Ага, нормально. Ну и следующее дерево на 25. Да, я думаю нормально. Теперь проделаем то же самое с другими деревьями. Итак, получилось следующим образом. Здесь я проставил чуть-чуть другие координаты, чтобы у нас деревья не были прям идеально друг за другом. Тут получается немножко некрасиво, что у нас дерево слева и дерево справа они одинаковые. Но в принципе вы можете сами чуть-чуть поменять их. Ну хотя давайте, раз уж мы этим сразу занимаемся, давайте сразу и поправим. Давайте скажем, что второе дерево и третье мы хотим поменять местами. Ну просто поменяем у них путь вот этот. Давайте обновим и посмотрим. Все, местами деревья поменялись. Здесь мы поменяем первое дерево и последнее. Поэтому переносим путь сюда. А вот этот путь вот сюда. Обновим и посмотрим. Все, у нас деревья типа в разноброс. В принципе такой вариант меня устраивает. Давайте теперь перейдем к следующему этапу. И это наши элементы управления. Это кнопочка play и кнопочка пауза. Для этого нам понадобится тег button, внутри которого будет тег img. У тега img у нас получается здесь будет путь images. Ну и по умолчанию мы будем ставить кнопку паузы. Итак, нашему тегу button ставим type, значение button. В принципе можете не писать, особо ни на что здесь это не повлияет, так как у нас с вами нет никаких форм. Ну и давайте проставим здесь некие классы. Класс и здесь, например, game button. Только давайте не через нижнее подчеркивание, а через defis. В принципе не важно даже какой тут класс будет, так как у нас будет всего лишь одна кнопка в игре. Я думаю так мы ее можем и назвать. Хорошо, давайте застилизуем нашу game button. Давайте сначала посмотрим, что она у нас появилась. Да, кнопка у нас есть. Итак, для начала, конечно же, так как это тег button, у него уберем background. Ну точнее не уберем, а поставим прозрачность. Точнее прозрачный. Также мы уберем по умолчанию border, который тег button нам приносит. И также паддинги. Тоже поставим их в значении 0. Это стандартные стили, которые идут от тега button, мы их просто с вами грохаем. Хорошо, теперь давайте уменьшим размер нашей картинки. Обращаемся к нашему тегу button. Говорим, что у него есть img. И давайте установим размер нашего img. Ну, например, в 50 пикселей. Теперь у нас будет маленькая картинка. Кстати, где она? Давайте вообще посмотрим, куда она тут делась. Вот она наша кнопка и наш тег img походу где-то спрятан. Давайте также укажем ему height. Тоже 50 пикселей и посмотрим. Наша кнопка все еще не показывается. А все дело в том, что наша картинка спрятана под нашим деревом. Давайте мы сделаем следующим образом. Мы укажем у него position в значении fixed. То есть эта кнопка должна всегда находиться на виду. Ну и давайте ей установим координату left, например, 10 пикселей. И координату top тоже 10 пикселей. Она перемещается сюда. Я думаю, что тут в принципе удобно. Можно, кстати, ее в правую часть перенести. В принципе, да. Тут она смотрится намного лучше. Конечно же, раз это кнопка, мы сюда поставим курсор в значении pointer. Обновляем страничку. И да, курсор появился. Можем также сделать небольшую анимацию при наведении. Давайте сделаем. Почему нет? Когда мы наводим на нашу кнопочку, применяем к ней свойство transform, scale, то есть увеличиваем. И давайте, например, увеличим ее на 1 и 1. Обновим страничку. Теперь, когда мы наводим, наша кнопочка вот так вот немножко увеличивается. Ну и давайте сделаем это чуть-чуть поплавнее. Transition. Говорим, что мы нашу плавность будем применять только к свойству transform за 0,3 секунды с функцией is. Обновляем страничку. И теперь у нас появилась некая плавность. Давайте увеличивать эту кнопку чуть больше. И теперь это выглядит красиво. В принципе, ширину и высоту можно поднять до 60 пикселей, потому что кнопка слишком маленькая. И вот так, в принципе, я думаю, нормально. Хорошо. Теперь давайте разбираться с остальными элементами. И нам теперь надо отрисовать монетку, знак дороги и получается нашу стрелочку. Окей. Вставляем следующие теги EMG. У нас будет еще три дополнительных тега EMG. Давайте мы эти классы пока уберем. Первый блок у нас будет эта стрелка, arrow. Второй блок — это наш знак опасности, danger. И третий блок — это наша монетка, то есть coin. Ну и вставляем соответствующие картинки. Arrow PNG. Danger PNG. И coin PNG. Давайте посмотрим. Да, наши элементы появились. Давайте теперь укажем им правильные размеры. Получается, спускаемся вниз. Находим наш элемент. Получается Danger. Указываем ему также Position Absolute, чтобы он игнорировал другие блоки. Также у нас будет наша монетка с Position Absolute. И также наш блок со стрелочкой, то есть arrow. Обновляем страничку. Ну, примерно то, что и нужно. Давайте теперь уменьшим у них размеры. Нашу монетку мы сделаем 50 пикселей. Знак опасности. Пусть будет 80 пикселей. Ну и нашу стрелочку давайте также по ширине сделаем 50 пикселей. Обновим страничку. Посмотрим. Ну и примерно размеры такие, какие нужно. В принципе, все. С этими мы блоками будем работать, наверное, в самом конце. Мы можем их пока что закомментировать. Они нам понадобятся не скоро. Ну и последняя вещь, которую нам осталось сделать. Сейчас пользователь может проскротить наш сайт. И он, соответственно, видит, что тут что-то не так. Мы должны пользователю это запретить. Поэтому переходим в секцию Body и пишем Overflow в значении hidden. Запрещаем ему использовать scroll. Все. Теперь наша игра, в принципе, готова. И мы можем переходить к написанию логики. Но этим мы уже будем заниматься в следующем уроке. А на этом, я думаю, что мы можем закончить. Все. Всем спасибо. Всем пока.